Всем привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайф. Обсудим очередной видеоролик. Пришли к Марине. Подготовка к праздникам по-немецки. Украинцы в Германии. Вы знаете, я вот только записала, да, обзор на диетчиц, уже нынче диетчиц. Как тут же диета, ещё не успев начаться, сорвалась. И мне написали в комментариях, что всё уже жрут булки. Я, правда, не спешила записывать обзор. Ну, я так перемотками посмотрела. Ну, думаю, уже выпущу, получается, на следующий день. Потому что, ну, не сидеть же мне круглые сутки и бестолковых девиц смотреть, включая бабку. В общем, короче, чё, пришли они к Марине. Марина там сидела, эти ёлки украшала, те, которые она Настике волокла, да. Ну, не Настике, а с ними припёрлась, с этими ветками, да, ёлками, которые она ей всунула в руки в день рождения, да. И сказала, что это на кладбище папику. Я ж вздрогнула в тот момент. Ну, значит, она там чё-то клеила, лепила. Ну, решила украсить, скажем так, там, что у неё памятник или что на кладбище. Ну, и, значит, всё это дело, конечно же, Анька снимала. Как же не снять? Что Марина там столько денег распустила на всякие украшения. И, типа, у неё там руки золотые, всё, она умеет, да. Ну, в общем, Марина там чё-то полепила, поклеила, говорит, сто с чем-то евро она распустила на всякие эти причиндалы, чтобы делать всякие венки. Там она начальница должна что-то там сделать, какое-то украшение, ну, для дома, я понимаю, для праздников украшают дома. Ну, и, значит, дальше, значит, она говорит, что, ой, говорит, а я купила тут булки, значит, вернее, девки сказали, что вот мы пришли, а Марина тут нас собралась булками угощать. То есть, эти булки, как немецкое какое-то блюдо, ну, к праздникам или что. Да, и Настяка засмеялась. Ну, собственно, Анька же сказала, что Настике не надо худеть. Это Аньке надо было худеть. Ну, и сказала Марина, ну, что, иногда можно, иногда можно, конечно. Помните, я говорила это слово? Иногда можно, говорят все, кто имеет избыточный вес и кто не желает худеть, для кого жрачка превыше всего. Знаете, человек, который твёрдо сказал, я сажусь на диету, берусь за ум, за башку, да, и буду заботиться о своём внешнем виде, о своём здоровье. Если уж сказал, всё, я начала, я начал, да, то никакие булки не могут соблазнить. А здесь ещё и Марина. Ну, что говорит это? Ну, завтра начнёте диету. Типа завтра, да. А сейчас можно булки поесть. И сразу я вспоминаю, вот такие вот салатики. Теперь мы будем есть много салата. В обед борщ, а вечером салат. Да, надо браться только для себя, любимой. Для себя. Не кому-то там что-то доказать, а для себя, любимой. Ну, вот и жри для себя, любимой. Отращивай эти дополнительные спасательные подбородные круги, и будешь так и шапку натягивать на лоб, жилетку и кофту прямо под самый рот, чтобы ничего видно не было, да, и будешь так в камеру смотреть, как ты сейчас делаешь. Если ты для себя, любимой, решила, что иногда можно булки с вареньем сладким, да ещё и с маслом. Просто замечательно. Да, ещё не успели сесть на диету, как уже соскочили. Ну, короче, ребят, я уже говорила об этом. Иногда можно без фанатизма. Ну, вот получается, вот у них фанатизм по еде, а не фанатизм в диете. Фанатизма в диете у них даже и быть не может. Это прямо исключено. Смотрите, их поманили, булки достали, они уже уселись. Уже уселись толкать в рот, да и побольше. Ну, что здесь скажешь? Что здесь скажешь, ребят? Что интересно, Марина на интервальном голодании. Вот она сказала сама. То есть она для себя там определённое выбрала, и у неё там жировая печень или что она сказала? По той причине она очень-очень типа потеет, и сама-то она задумалась о своём здоровье. А девок откармливает. Пожалуйста, ешьте. На самом деле, вот смотрю на них и думаю, вот ей, да, просто внимания не хватает. Ей очень скучно. Она одинокая баба, это заметно. Кроме, видимо, вот этих вот бабулечек с дома престарелых, она толком ни с кем и не общается. Эта Лиза хоть и живёт у неё, но эта Лиза, видно, ну, трудолюбивая девка. Она работает, работает. Плюс, если не работает, она где-то, наверное, встречается с кем-то, да. У неё есть какие-то свои дела и свои интересы. И, видимо, она не очень-то с Мариной. Ну, имеет такое прям тесное общение. И с ней проводит, не проводит, вернее, с ней своё время. Ну, и вот поэтому она этих девок к себе и прилепила. А девкам что? Контент. Можно Марину снимать, выкладывать на Ютуб. Вон, Марина не против, она говорит. А чё, кто просто случайно забежал, якобы, на канал? Надо приходить, подписываться, смотреть. То есть она согласна. Она согласна сниматься в их тупом кино, да. И при этом, да, чтобы они тусовались с ней. Ну, и вот они превращаются потихонечку в бабулек рядом с ней. Ну, а она, что она? Она может, знаете, показать своё воспитание, свой бестолковый характер. Вот этими вот тупыми тоже какими-то развратными разговорчиками. Смотришь и думаешь, ну, обои-ребои, какая она такие девки. Вот поэтому они и нашли друг друга. Настенька, намазав вареньем, всё это дело опробовала, да, сняла, скажем так, дегустацию и сказала, что вкусно. Ну, Марина сказала, что можно просто маслом, можно вареньем, как угодно. Якобы, как угодно, так можно и есть. Анька только снимала. Думаю, когда же она попробует и оценит. Но всё равно, если бы она не ела, она бы сказала, я не буду, мне не накладывай. Но в двух тарелках лежали огромные куски пирога, булки. Ну, вы понимаете, короче. Ну и дальше, дальше всё-таки Анька сняла пробу, да, и сказала, очень вкусно. Очень вкусно, да. Но только много сладкого нельзя. Ой, ой, как-то много сладкого нельзя. А не лучше ли, когда садишься на диету совсем сладкой, не нюхать и не пробовать? Или, опять же, получается, что иногда можно. Ой, ребят, ну вот правда, просто уже смешно. Смешно слушать про эти диеты, лучше бы уже молчали. Фу. Хороший комментарий написала Оксана. Вот эти дамы всегда врут, типа на диету сели. Лучше бы не заикались про диету. Ну, правда. Ну, и дальше ответ вообще прекрасный. Вы не понимаете, они нас не обманывают. Просто если Марине булок нельзя, а за них заплачено, значит, их нужно кому-то слопать. Не выбрасывать же. А эти красавицы как раз для этой роли подходят, как никто другой. Они и слона сожрут, сидя на диете. Замечательно, просто замечательно. Ну, и дальше Марина агитирует съездить в Люксембург или ещё там, короче, куда-то. Пирожных там поесть, тортик поесть. Дальше Анька за кадром. Ой, нет, всё, мы на диете. Но я думаю, просто Марине скучно. И ей хочется куда-то поехать. И она предложила, что она придёт к ним поночевать. И пофигу, что нога больная. Ну, собственно, ей надо ходить, как она сказала. Вот она, девок, и агитирует. Да. Ну, и вот, я думаю, скоро будут опять у них путешествия. Но только толку. Толку, ребят. Они вот просто катаются, да. Ну, контент пилят. Я не думаю, что они от этого имеют какой-то восторг или имеют, знаете, вот удовлетворение какое-то, да. Такое вот, когда человек понимает и любит искусство, красоту. Эти, по-моему, абсолютно ничего в жизни, кроме жрачки, не любят. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех обнимаю. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»